Девушки отдыхают Мы сейчас находимся на отмеле в темноводе, по-моему так называется эта локация Здесь можно завалить королевскую виверну, чем мы и займемся Не знаю, правильно или неправильно себе выбрал На борде мочится неплохо Так, здесь еще один костер Что с тебя можно яйцо взять? Он у меня уже есть Я имел ввиду Геральта, я имел ввиду Рюзаки Что-то костров очень много здесь раскидано Иногда прям не найдешь, когда было бы зимний А иногда здесь все прям везде Вход на территорию храма Так, ну мне эти виверны в принципе нафиг не сдались Поэтому пошли напрямую в храм Посмотрим, что здесь можно сделать Для начала обычный сундук По-любому опять какие-нибудь сиферота нужно будет приносить В алтаре Так, там трупы валяются Алтарь догона Так, в него ничего положить нельзя, да? Да, видимо сюжетный алтарь, еще один догона Такой же Но судя по всему, после того, как мы этот алтарь активируем Мы туда сможем проникнуть Сейчас пока хрена с два Видимо, это будет таким апогеем здесь в темноводе Могу предположить А пока пойдемте разберемся с теми вивернами Для того, чтобы обыскать местные трупы На предмет наличия чего-либо полезного Берем групповой стиль Неплохо меня покушали Так, покуха-спокуха Покуха Так, вот теперь лечимся Спокойно Без паники Сыро пожрем Пускай здоровьица восстанавливается пока Не так быстро, как хотелось бы Самоглана стоили ли эти трупы Останки Ну яйца возьмем, аж продадим удачно Труп-то где был? А, труп-то вот Труп-то я и не приметил Так, у него какое-то оружие прикольное Давайте возьмем Продадим Если найдем, кому это сделать Так, больше трупов, по-моему, я не вижу Поэтому давайте миновать Виверн Потому что их смерть мне ничего не даст Так, ну пока ничего не будем есть Потому что драться не предстоит Так, и по-моему, если не ошибаюсь Можно было бы еще по тому берегу пробежаться Давайте еще сыро заховываем Или что-нибудь другое, например Что у нас есть из жертвы Это я ничего не беру никогда Как Рокфорс, Сержу Василиск, что-то новенькое Сохранимся Так, ласточку-то выпьем От греха подальше Так, ну что, кто из вас тут? Василиск Кого мочить? Это такие Василисские Я не помню таких Так, быстро стилим не нравится, да? Оглушение не действует А, игни Игни канает Так, что себя можно собрать, друг мой? Шкура Василиска Возьмем Такого я еще не видел Так, энергия не восстановилась, да? Так, боже, что-то ты куда-то в воду от меня убежал Может, у тебя силовой стиль все-таки нужен? Давайте попробуем Да, именно Так, что вы тут охраняли, признавайтесь Оу, ну понятно Чего тут охраняли Кстати, вот таких хрун я еще не пробовал меч делать Для этого нужно будет найти кузнеца И разбираться с этим подробно Места нету, да? Чего я взял? Мощность знака Акси повышается Так, ну в принципе На Отмели мы Текущие задачи выполнили С владычицы познакомились Мне кажется, рано или поздно Может быть получить от нее эротическую карточку Но не факт Поэтому едем обратно на берег И пытаемся найти Оставшиеся утопцы В которых нам нужно замочить На берегу реки Где найти реку? Надеюсь, в заданиях можно будет выбрать Показать задание на карте Тогда для нас это вообще не составит проблем Красиво, красиво плывет Прямо как по Венеции гондольщик Что-то вспомнилось у меня сразу в Assassin's Creed Не помню, какая часть, где мы играли за По-моему, еще и Танцу был Венеция Так Сюда мы приплыли Давайте посмотрим Где у нас задания связаны Так, склеп это не то Вот это Ага, то есть нам в деревню нужно пойти, да? В принципе, получается Здесь нам особо делать-то больше нечего Поэтому пойдем по прямой к склепу Здесь мы выполнили, ну, не по максимуму Но Пока все, что Можно Потом пойдем в деревню А там уже по какому-нибудь заданию Попадем на поля 100% А может и просто сбегаем на поля Потом, я думаю, они локации связаны Что деревья, что поля В круговую, так сказать Так, я, по-моему, туда пошел Да, совершенно не туда Так Твой крест мы выполняем Не беспокойся Люди работают Вообще, такая атмосферная локация мне нравится То есть Уютная Так Спайна Легу Нет Да Вот теперь правильно Какой-то ведьмак в склепе Может ли это быть Берингар Или это какой-то Неизвестный доселе Нам Товарищ Почему силовой стиль Тебе не нравится Как-то странно Почему промахивается Так Вот это только лодка, да В деревне мы явно найдем торговца И скинем все наше барахло И уже будет посвободнее А так придется сейчас в клипе Если что-то интересно Найдем то Чем-то Жертвовать Опять фледер Чуть теперь каждый раз его убивать Ну с тобой у нас уже В прошлый раз тебя быстро я убил Все Готов Ты где С неба упал Как манно Хорошо Давайте заходить в клеп Надеюсь там будет не темно Чтобы кошку не тратить Берингар Загадочный ведьмака-изгой Наконец-то я нашел его Ну мы долго к этому шли Мне это не нравится Ну еще бы Ты допрячешься Я тебя нашел Что тебе нужно Ведьмак Я довольно долго искал тебя Берингар У меня есть к тебе вопросы Ты не ищешь Легендарный доспех Твои вопросы подождут Потому что тут сейчас будет Вихт И несколько Брукс Справишься с ними? Я уже не ребенок Ну давай Играй в крутого парня Как говорит этот старый Пердун-Весемир Подеремся Увидим Я слышу как они идут Будь готов Я с самого детства готов Каэр Морхен Об этом позаботился Так С кем драться Альп Я бы хотел задать У меня есть К вопросу Брукс и Альп Так Групповой стиль По-моему это призраки Из их Читы Может было бы О! Ой-ой-ой-ой-ой Ой, что творит, падла? Так, ну У Брукса Явно Круче чем Альпа Это заметно Че с вас можно собрать Стремные рыжие телочки Так Так, с этой ничего нельзя собрать Ну а себе Тоже особо ничего Так, а ты куда пошел-то Берингоришка Наконец-то я встретил У меня есть Пара Вопросов и сомнений А он где вообще? Свалил от меня? Ну пошли походим Пошли походим Пока не буду включать Включать грязь Использовать кошку Так Че блин выбросить-то такое Ненужное Тут-тут-тут-тут Все нужно, блин Давайте книжку Обрасим Хотя она вполне могла стоить Столько же скука И Жерелья Так, мы пошли Длинным путем А, здесь нет возможности Да, забраться? Воды Нашим легче Пошли до Берингара А, блин, Кургаля Дал Вот, значит, кошку не выпил Там саркофаг какой-то Там Кого-то мочит что ли? Неплохой стиль Но он несовершенен Во время полупируэта Ты оставляешь пах незащищенным Не думаю Я тебе покажу Когда мы отсюда выберемся Я не намерен обсуждать фехтование Что тебе известно о Саламандрах? Ха-ха-ха-ха-ха Прямо к делу Знаешь, что меня смешит, Геральт? Нет Ты Такой ведьмачистый Такой быстрый Такой самоуверенный С таким непоколебимым чувством справедливости Думаешь, ты лучше меня? Не знаю Но я не хочу драться с тобой Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Кодекс это воспрещает Ха-ха-ха-ха-ха-ха Они снова идут Так, ну что-то мне он совсем не нравится Слушайте, давайте выпьем кошку все-таки Надоело мне щуриться Так, вот теперь понеслось Так, на них не действовать, я понял Помогаем Беренгару Пока он не защищает свой пак во время полуперу Не ойри, тварь Всех замочили? Хорошо Собираем с них эти Ингредиентики Так, что за саркофаги? Кто из них может выболзть? Легкое дело Беренгар Я не дам себя убить нескольким мальпам Давай поговорим Заставишь меня? Не собирался этого делать Я думал... Что поскольку мы оба ведьмаки Мы сможем прийти к какому-то решению? Как по мне, так вы все ничем не лучше негодяя профессора Ты просто больший лицемер Так ты все-таки работал на Саламандр? Я такого не говорил Черт Так Там новая партия Серебряное кольцо А это что? Элемент доспехов Куда его можно зафигачить? Наверное Все-таки взял Нафиг нет кольцо не надо Хотя Допускаю, что оно довольно Нужное Хорошо всех поджарил Надо бы, конечно, помазать Меньше маслом от призраков Так, понятно Понеслось Какие-то оглушения, ослепления Все-таки нужно этот момент улучшать Так, а то что это у меня не понял? Уворачиваешься еще Да Помог я тебе, Беренгарин? Он пропал-то Какой-то он такой изворотливый Думаю, мы закончили Будем говорить? Хорошо Но не здесь Идем наружу Садись у моего костра Ладно Красиво звучит Садись у моего костра Так, а мы пока поищем Что-нибудь Нужное Ну, денежку маленько огребли Так, ну все Выходим Больше нам здесь, в принципе, ничего интересного Найти не удастся Явно Останки трупа Вот это возьмем Призрака Он мне напоминает Это Лизуна из Охотника за привидениями Летает Ему еще зеленый цвет И вообще будет вылитый Так, нам сюда Ну, сядем Потолкуем о делах наших скорбных Так, с трупой я что-нибудь собирал, нет? Кто быстрее до костра? Я пируй, я пируй, я пируй Ха-ха Лошара Поговорим у костра Уже здесь Так, сохранимся Вдруг можно будет выбирать какие-то варианты развития диалога И я могу ошибиться Поговорим у костра Ну вот же я сел Так, у нас новые таланты Давайте иммунити слепоте Уклонение Так, меня ослепляли, нет? Я не помню Давайте возьмем Атака Уклонение Атака берем Так И у нас там были Бронзовые таланты Таланты Да Когда противник ослеплен В принципе все Так Теперь давайте сделаем кошку А, у меня вообще ничего нету Ладно, я переживу Так, я у костра-то сел-то сел О чем со мной не разговаривай Теперь можем говорить Давай начнем сначала Как ты связан с Саламандрами? Ладно История проста Я никогда не был героем Они нашли меня некоторое время назад И тогда профессор сделал мне предложение От которого я не смог отказаться Ты знаешь Помогай нам Или мы тебе скормим твои же яйца Я сделал то, что пришлось делать Забавно Они мне напомнили вас Ведьмаков Никогда у меня не было выбора Что с вами, что с ними Сперва ведьмаки сделали из меня мутанта А потом профессор сделал из меня преступника Вдвойне изгой Я бежал при первой же возможности Они от меня ничего не получили Я никого не продал И вот я пришел сюда Так Давайте по порядку Говорят, что ты пытаешься разрешить конфликт Между людьми и водяными Они прислали тебя, чтобы разорвать мой контракт? Ладно Забирай его Какой контракт? На заключение мира между людьми и водяными Обе стороны пришли ко мне Но я не собираюсь с этим ввозиться А эта работенка вполне подстать твоей легендарной святости Мне показалось Или я слышал в твоем голосе зависть? Не льсти себе Я просто презираю таких людей, как ты Вернемся к теме Как по мне Нужно разделить стороны И тогда будет мир Ты говорил о доспехах Ты не знаешь этой легенды? Я думал, каждый ведьмак ее слышит Раньше или позже Расскажи Легенда, как и положено Рассказывает о великом воителе и его деяниях Это даже скучнее, чем лютикова баллада о тебе Что почти невозможно Оказывается, наш герой, хоть он и носил доспехи Использовал ведьмачью технику боя Может он сам был ведьмаком? Кто знает? Звучит весьма увлекательно Звали его Ворон Он был связан с какими-то гномскими изобретателями Которые посрамили технические знания краснолюдов В своих тайных мастерских под горой Карбон Они создали доспехи Легкие и прочные Просто идеальные для ведьмака Легендарные доспехи Кажется, пора попробовать себя в роли кладоискателя Удачи! Я подозреваю, что Ворон похоронен в них Я давно обыскиваю кладбище и склепы В надежде их найти Кто может мне рассказать побольше о самих доспехах? Местный кузнец-изобретатель Он знает легенду Он также украшает оружие для эльфов С эльфами поговори Так я и сделаю Да? Так, ну по порядку Где я могу найти мирного жреца Водянова? Около алтаря владычицы озера на берегу Иногда догонопоклонники отгоняют его Так что есть вероятность, что тебе придется подождать Понятно Да? Ты говорил о несовершенстве моей защиты Да Пах открыт Даже младенец бы заметил Я даже знаю, почему открыт Почему? Для полупируэта нужны обе ноги А тебе когда-то ногу сломали, да? Возможно Такова жизнь Живи мечом от меча и умрешь Будь здоров Так, теперь читаем, что мы узнали Мне стоит заняться другими делами Пока Берингар не станет разговорчивее Поговорить с Юлианом и с Жрецом Водяных Посоветовал обратиться с вопросом о заспехах К кузнецу Ладно Давайте поговорим тогда с Жрецом Водяных А с Юлианом, я так понимаю, мы встретимся в деревне Которую мы и направимся сразу после этого разговора Последователь догона Тут что-то интересно Сохранимся Что за последователь догона И почему они для меня отображаются красным Может они в ту же точку, что и я идут? Рыбака мочат Так, стиль работает, это хорошо О какого хрена же нет, что-то дерется Я что-то тебе шел разговаривать Я так понимаю, вот и поговорили, да? Хорошо Что с вас можно собрать, Гаврики? Его почти завалили, кстати Я ищу Жреца Водяного Ооо! Да, я видел злобных водяных на берегу Я так понимаю, что они отогнали Жреца Ого! Оооо! Надеюсь, я скоро его увижу Ха! Прощай! Ну, я понял, цель, к которой я бежал, услужливо свалила. Вернее, была отогнана. Так, дружище, ты будешь забираться, нет? Так, ну все, тогда бежим в город. Ну, вернее, в деревню. Знакомимся с этой локацией и берем там какие-то квесты, и поговорим с Юлианом. И закончим квест, связанный с ожерельем зеленой симпатичной девушки. Ну, и самое главное, найти торговца, кузнеца, маленько поработать с винтарем, скинуть барахлом, посмотреть, как можно улучшить свое оружие, и так далее, и тому подобное. Так, у меня кошка сейчас действует, ну пока пускай действует, темно. Особо она не напрягает, не мешает. Так, с хлебом же, вернее, мы вернемся, хотя, кто его знает. Пошли в деревню. Что-то можно нажать. Дорога к деревне, я так понял. Посмотрим, что там за деревня. Большая, небольшая, маленькая, не маленькая. Лютик, какого хрена? Геральт! Как ты сюда попал? Через телепорт. Я тоже. Меня сюда телепортировала Трис, это было удивительное ощущение. Всегда хотела это попробовать. Она сделала это для тебя? Должно быть, она заболела. Зачем Трис тебя телепортировала? Скажем так, она спасла меня от поцелуя смерти. Интересно. Надо будет использовать это в моей новой балладе. Какое чудесное место. Трис сказала, мы должны оставаться здесь, пока все в Базиме не стихнет, а принцесса не забудет о своей мечте перегрызть тебе глотку. Не имею ничего против. Расскажи мне об этом месте. Если можно, просье. Здесь царит поистине магическая атмосфера. Крестьяне довольны и счастливы. Какие тут крестьянки. К чему ты ведешь? Намечается свадьба. Алина, дочь Салтиса, выходит замуж за Юлиана, состоятельного купца из Кавира. А еще здесь живут водяные и... Ах, да. Еще Алина взяла опеку над Альбином. Нашим Альбином? Если, конечно, у него нет брата-близнеца. Лютик. Да. Три спросил тебя присмотреть за ним, так как кто-то другой тоже его ищет. Или что-то в этом роде. Что-нибудь еще? Кажется, нет. А теперь быстрее в таверну. Какая-нибудь очаровательная девица обязательно пробудет мое вдохновение. Здесь есть таверна? Это хорошо. Разыскать Альвина и поговорить с ним. Так, давайте смотреть. Дом пекаря, таверна, река, место купания Наяды. Давайте туда напрямую отправимся. Так. Это таверна. Мы вернемся в нее после выполнения этой миссии. Квесты скорее. Так, там пещера или, мне кажется, что это за выбоина такая в земле? Нет, просто... Ну, уютненькая такая деревня. Очень похоже на окрестности Визимы. Так, нам сюда. Ход на территорию холма. Хоть Геральт воздухом подышит, а то бледный, как... Как я. Я тоже бледный, мне все время говорят. Почему я не загораю? Так. Нам левее. По времени у нас 6 часов. Что, уже не вылезут под ней? Профукал момент, да? Эй, утопцы! Ну, теперь мы этот костер будем искать до Уфсеру. Так, а что у нас это? Рухнувший мост. Давайте сразу посмотрим, что он рухнувший и куда он ведет. Довольно такое ощутимые просторы. Я так понимаю, это мост на поля? Здесь кто-то жрал. Пикничок был небольшой. Да, это явно ведущая на поля. Так, а если мы сюда пойдем, куда мы придем? Интересно же. Труп. Что он здесь сделал? Видимо, ночью здесь кто-то обитает. Ах, там еще ерунду нашли. Так, что выбросить, что выбросить, что выбросить. Клыки выброшу. Ну, это явно подороже будет. Так, а я могу здесь пройти? А, хрен нас два. Под мостом что-нибудь интересное есть? Да, не, оно бы отмечалось тогда. Красивое небо такое. О, скалипиндроморф. Что-то новенькое. Попробовать его замочить. Или забить. Давайте попробуем. Сохранимся перед этим. Так, быстро стиль вроде действует. Попробуем силовой. Да, силовой получше будет. Вот, в принципе, и все. Не такое уж ты страшный. Каким выглядишь. Хитин из панциря. Так, 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 так. Что бы сбросить-то? Малиновый сок. Давайте его просто выпьем, чтобы не пропадал. Ладно, долго это будет. Так. Сюль мы территорию открыли. Развалены. Развалены чего? Интересно, такая локация. Мне нравится. Медвежий жир. Блин. Фиштех выбросил у меня вот так до хрена. Надо до трактирщика дойти. Так, что-то нашел. Что такое зло это? Прудень и ночь. Кто посмел меня беспокоить? Веруй, дозреви, собственной персоной. Ты известен в стране мертвых. Что ты хочешь, дух? Немного тепла, понимания. Не строй такую гримас. Я шучу. Разве я являюсь в этом месте. Что тебя здесь держит? Единственная сила, которая может быть снять. Любовь. Не знала, что ты романтик. Я говорю об игре в кости, конечно. Ради игры стоит вернуться из мертвых. Это страсть, а не игра. Я знаю. Я выиграл и потерялся состояние играя в окер. Лишнись. Эта мелочь просто была черная полоса. Сыграем? Я вернулся не для того, чтобы играть с новичками. Что? Возвращайся, когда доберешься немного. Ну что, я борзел. Ладно, убивать его пока не будем. Самое забавное будет играть с ним на деньги. Так, разваленное. Ну понятно, здесь просто отображается то, чтобы я не потерялся. Мы его сначала выиграем, потом замочим. Вот такой у меня коварный план. Так. Таверную ехать. Хочу найти. Но эту территорию тоже надо изучить. Вон там что-то есть. Давайте сбегаем. Я так понимаю, это вход на поля? Да. Ладно, запомним. На поля нам пока идти рано. Так, место силы. Ну, запомним, но... Особо оно мне не нужно. Доска объявлений, на которую мы наберем... Очень много явно... Квестов на чудищ, юдищ. Давайте сначала в знахарки заглянем. Или знахарки, как правильно. Так, а что у нее? У нее курица. Это это, что ли? Абигейл? О, это до встречи. Какие люди в темноводе. Сейчас мы с тобой пообщаемся. Когда успел сюда перебраться-то? У нее все такая же беда с волосами. Приветствую тебя, Абигейл. И так ты нашла себе новый дом. Меня приняли с распростертыми объятиями. Их знахарка умерла прошлой зимой. Если хочешь, я открою тебе их самый страшный секрет. Я разработала особую мазь по запискам старой знахарки. От нее шерсть их коровы начинает блестеть. На самом деле я изменилась. Что привело тебя сюда? Не могу поверить, что ты по мне соскучился. Почему ты не живешь в деревне? Ведьмы живут вне деревни. Всегда так было. Нужно с этим смириться. Абигейл, помнишь пещеру? Геральт, кто старое помянет? Так, что с тобой можно поторговать? Абигейл, американская смесь. Не так уж дорого. Продадим. Так, что у тебя можно купить? Болотное чудовище. В принципе, читал такую книгу. какие-нибудь мази специальные есть шкура василиска вот это мы тебе продадим не, не будем, знаете почему? потому что, может быть, будет контракт на них если уже не будет, тогда продадим ну ладно, будем знать, что я бегел здесь тусуется возле таверны понятно, мы еще с этой Алиной поболтаем это даже дети знают всегда рад узнать что-то новое давно с неба не падали капли дождя веет ветер, гонит листья и сухие стебли полуденецы рождаются из жары, горя и пота пахаря они танцуют на солнце и затягивают в круг неосторожных странников еще ни один человек не пережил танца с полуденецой они исчезают, когда солнце заходит и возвращаются, когда солнце снова высоко спасибо за рассказ ну, на полях будем, зайдем так, дверь заперта ну, может быть, у кого-то найдем ключ зайдем, найдем там несметное хранилище а пока таверну а здесь у нас, знаете ли, дел-то должно быть куча во-первых, подраться, во-вторых поболтать ну, конечно, после таверны в Изиме здесь уже не так уютно но все равно ностальгические нотки по окрестностям в Изиме возникают так трактирщик какие новости так, ну, по делам насущным поговорим, потом уже будем заниматься интерьем я могу найти салтысо деревни наш салтысо обычно сидит в таком большом доме здесь в деревне а живет он тоже в деревне в таком большом доме классное указание чем могу служить? какие-нибудь новости? свадьба вот что у нас происходит наша Алина дочь салтысо выходит замуж за горожанина по имени Юлиан он здесь, в моей таверне, разумеется это ведь лучшая таверна в округе еще кое-что да? ты, наверное, знаешь много интересных историй конечно я ведь трактирщик давным-давно в тридевятом царстве в тридевятом государстве жила-была девочка она была настоящей принцессой волшебницей и ведьмачкой принцесса, волшебница и ведьмачка? не многовато ли? не перебивай меня ты хочешь услышать историю принцессы волшебницы и ведьмачки или нет? ну давай, вещай извини, молчу, молчу, молчу это история о предназначении слушай, ведьмак тебе это может пригодиться эта девочка была рождена принцессой у нее было все, что только можно пожелать теплая и мягкая постель платье, слуги и пони а еще у нее были любящие родители и бабушка которую все называли великой королевой она жила во дворцах и замках ее охраняли сотни рыцарей все думали, что она станет следующей великой королевой но у предназначения были другие планы ее родители умерли враги убили ее бабушку, королеву и забрали королевство но принцессе удалось выжить по счастливой случайности или если угодно по велению предназначения ее судьба оказалась связана с ведьмаками точнее с одним ведьмаком у нее появилась новая семья в Каэр Морхен ведьмачьей крепости она научилась сражаться но судьба сделала еще один финт у девочки был талант она была источником силы ведьмаки испугались неконтролируемые силы этого источника и позвали на помощь чародейку девочка начала изучать магию чародейка любила ведьмака и они вдвоем стали родителями этой девочки она была по-настоящему счастлива и она могла бы стать самой могущественной волшебницей но судьба распорядилась по-другому началась война век меча и топора судьба разлучила любящую семью девочка отреклась от магии и стала разбойницей она научилась убивать она полюбила убивать вскоре она поняла что смерть преследует ее по пятам все кого она любила погибли только упрямый ведьмак и бесстрашная чародейка отказались подчиниться смерти судьба занесла девочку в дальние страны но она вернулась ее преследовал самый жуткий убийца на земле но ей удалось выжить и победить тайные агенты всех королевств гнались за ней но никому не удалось ее поймать и когда она победила всех своих врагов и на эти земли снизошел мир девочка снова встретилась с ведьмаком и чародейкой но только для того чтобы судьба снова посмеялась над ней что случилось крестьянин который даже не умел держать в руках оружие убил ведьмака чародейка умерла пытаясь воскресить своего любимого девочка ничего не смогла сделать ведь много лет назад она отреклась от магии и так принцесса которая никогда не правила ведьмачка которой пришлось сражаться с людьми а не с монстрами и чародейка которая не могла читать заклинания использовала всю свою силу чтобы уйти из этого мира мне кажется ты не все мне рассказал а почти все девочку звали цирилла это так важно хм еще кое-что да я так понимаю это история из какой-то из одной из книг сапковского зачем мы тогда ее рассказывал ты чем-то опечален могу ли я помочь да пожалуй одноглазый луи торчащий зуб бо украли у меня ящик лучшей браги в мире верни мне ее а я дам тебе один полезный маленький артефакт что что ничего это было просто шутка шутка не стоит со мной шутить эх ведьмак твой вопрос напомнил меня старых играх я просто не смог устоять понятно неважно чем могу служить еще кое-что да так так давай-ка я тебе поскидываю у меня тут уже куча всего так давайте пум-пум-пум-пум не вижу смысла скидывать потому что это можно продать теоретически ну ладно разберусь с интернером между сериями посмотрю более подробно в следующей начнем изучать трактивно иметь наличие интересных диалогов подраться поторговать поиграть ну и другие полезные вещи а также будем изучать деление до конца с вами был анибодиплей оставляйтесь на канале подписывайтесь ставьте лайки все пока 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 и